Они вернулись с холода из-за полярья. 35 пермских студентов провели два летних месяца в Ямбурге, вахтовом поселке в 150 километрах к северу от полярного круга. Насколько суровыми были будни в условиях вечной мерзлоты, настолько теплым оказался прием дома. Друзья ждали и готовились к встрече. На севера студенты ездили за романтикой и подзаработать денег. С 8 утра до 7 вечера трудились в Ямбургском ЛПУ. Тяжелая физическая работа. Впечатлений привезли домой целые чемоданы. Очень красиво там. Тундра, болото. Но все равно там разными цветами, куда цветет тундра, это незабываемо. Мне больше всего запомнился снег 28 июля, который упадал, пролетал. Общага очень запомнилась. Общага классная. Что в ней такого было особенного отношения? Ну так сказать, она даже не студенческая. Спортанские условия. Это да. Ну нормально. Главное, чтобы была хорошая компания. Официальный советский устав студотряда вгласил, студенческие отряды должны формировать коммунистическое отношение к труду, высокие нравственные качества и идейную стойкость. Времена прошли. Идеологическая шелуха слетела, а студенческие отряды, хоть и не такие массовые, оказались жизнеспособны. Новая волна студотрядовского движения в Перми только-только зародилась. В прошлом году подработать в отрядах строителей, оперативников, спасателей и журналистов смогли чуть больше 2000 молодых людей и девушек. Вот я спасатель, я работал на пляже, ну, контролировал деятельности. Я вожатый. Я работала с детьми. Мы всего два года существуем в Пермске студотряды. По большей части это чисто за идею, потому что заработка большого не приносит, а много всего интересного, разнообразного, нового знакомства, новые впечатления ради этого. Те, кому дорога романтика дальних странств и никакая работа не страшна, уже решили, следующим летом опять отправятся на Целину, как в старые добрые времена. Елена Закирова, Александр Хробостов, Телевизионная служба новостей.